всем привет и подписчиков канала ю тубе что у нас сегодня среда 12 апреля время начала 11 15 мы уже собираемся по делам по завтраку лет и в садик вероника как обычно у нас устроил карли балет так владик занимается еще уроками 7 руку не по их потому что не успел бы никак вот что у нас с утра посмотри кстати вчера ты по вечерам закачал для серии кстати сериал побег это еще который последний сезон вышел 2010 году американский заправу брать мы смотрели у ледяного и новый сезон принципе то что что актеры постарели первые веселье интересный конечно немножко посовременнее то что там связано с игил до боевиками вот но все равно тюрьма побег план побега все то же самое ну такой постаревший актер хотя не знаю очень интересно 9 или все будет и 2 серии уже вышло так что советами практически так ладно все идем по делам ну что очень много делал течение дня переделать на ночью сереже платить рабочие собой собрать а кушать как же когда-то соберу ладно ладно будем заниматься делами и валюми по снимаем мы уже дома съездили мы сейчас серёжа и к нотариусу договорились на день сделки то о том то что у недолевая собственность и сделку проходить через нотариуса так как у нас сегодня ну вообще поехали сереже именно потому что я начала думала что делать доверенность на себя чтобы так он сейчас уже на работу я могла за него все документы подписывать но приехал к нотариусу она нам сказала что в любом случае пока заказывать ну закажут документы там кадастров это все у него случае сделка состоится не раньше чем в понедельник поэтому нет смысла делать доверенность нет смысла платить лишние деньги понедельник уже полностью состоится сделка купли продажи а сегодня надо будет еще сейчас я отвезу продавцу нашему нашу квартиры документы там кое-какие копии и она с этими документами поедет уже сама к нотариусу там на своем сведе там на квартиру скажи все что полагается надо отдать туда и как раз уже начнет работу по нашему делу и в понедельник состоится сделка купли продажи наконец-то сегодня также мы едем попозже в банк но то еще поснимаем по ходу дня что-то вообще какое-то состояние ужасно на улице у нас ужасно холодно ужасно просто холодно я честно даже такой момент от шубы не отказалась бы настолько холодный ветер что сдувает просто с ног и насквозь слава богу что с ней вероника делала теплую кортку вот даже смехом и да илюша теплый пошел потому что тоненьких просто нереально там находиться настолько сильно холодно так хочу сейчас я серёжа на кухне моет посуду владик уже в школе я отправляюсь продавцов и сказал уже потом сразу на автовокзал куплю серёжа и маме билеты и как мы говорим что мама тоже сюда приедет сюда при нас по своим делам так совпало что у нас сегодня у нас но в принципе там у нас все рядышком будет поэтому мы вместе с ней пойдем ее проводим потом сами пойдем в банк потом встретим маму и пойдем уже ну наверное вернемся домой вместе с ней потом до их отъезда в люди на то что серёжа тоже уезжает на работу и они пойдут вместе с мамой так ладно увидимся немножко позже мы уже давно принципе я все давно нужно там вокзале зашла в кафешку пила кофе кофе и сейчас стоим ждем серёжа маму задерживается рис вообще ужас какой-то уже 30 стоим мы здесь ну да я уже сейчас где за документы все сделала что что надо было сейчас ждем ждем холодно холод собачий ждем ужасно ну да не так не то что так холодно как сильный вечер ужасный просто насквозь даже пальто и первая шутка мне казалось бы сейчас одеть чтобы тепло тепло так стоим ночи здесь и должна приехать и звонили и уже где там потерялись они что-то на спортмастере были о боже мой дома больше кошмар все мы подписали договор с банком самое главное да сейчас мы сделали нет нет ну понятно что сделка купли-продажи состоите нас уже понедельник нам нужно значить точное время сделки в 11 часов на быть у нотариуса понедельник и все потом ну потому как обычно рост-реестр но полнополучение сидит как на терне свидетельца ждать это там бумажку дают какой-то там свой собственник и квартиры там большого свинца давали теперь бумажки пока поговори короче в итоге мы не стали ничего снимать даже когда приехала мама мама тоже с приключениями мы ездили на автовокзале стояли в итоге она приехала на маршрутку на обычный рейсовый так как маршрутка с людиного заглохла где-то на линии до у нас и в итоге она быстренько пересела на обычную маршрутку и приехала да уже на остановку мы там встретились все вместе типа мама пошла по своим вам и пошли в банк короче вы сейчас она пошла по магазинам там близлежащим к этому нету смысла да уже не было смысла ехать сюда потому что время уже пять часов вечера я пойду помимо кофе на хоть когда кофе пить уже все все как-то вы там долго прокопались не рядом по своим план богу пропала и в итоге короче получилось что серёжа собирается все взбирает все вещи и уезжает так ладно все пим кофе и я уже попрощаюсь да ты хочешь пей кофе я пошла прикидывать лук так серёжа собрался убегает уже просто улетает 25 до маршрутки давай бегом до субботы если еще всем до встречи всем пока это не твой халат всем привет вероника всем привет только от комнате мы встречали мы провожали папу махали ему ручка в окошко до капу с уезжал с бабушкой нам они поехали маршрутки да если бабушка приезжала никто и детей не видел потому что рамы и и бабушка к приедут на праздник на празднике да как ваше дело в саду нормально сегодня мы делали не знаю не знаю что ты сегодня делала нет чем ты сегодня занимался на улице снимать не станешь но я давай я бы получит только руки Ну что вы творите, Ларенька, пока не упали вдвоем. А Владик только пришел со школы. Буквально 10 минут, она только переоделась. Сегодня очень долго у нее были уроки. Как ушел, что я до дома 15-го. И только пришел. Обалдеть, мы уже пол седьмого. Что это такое, Ильич? А вообще фонарик. А что это такое? Не, не там. Владик, Владик, ну что вы творите? Ну отдай ему, Владик. Ну это же его, Владик. Мама, он не сломался. Ты не сломался, он работает. Ну слезай, Ильич, оттуда давай, слезай. Нет, нет, я чего обещал. Владик, отдай, ты как твои дела в школе? Это моя колечко. Убирай его в фонстуле. Это моя колечко. Колечко, твое, не твоя, твое. Единственное тебе страшное. Чего? Мам, ну ты знаешь. Контрольное? Написал? Да, написал, там есть правильные ответы. Я сам их смотрела, но я не знаю ее точно. Тяжелая была? Ну такие тексты, как мы делали, где думают. Тяжелее текст, да? Илюшу, бери. У нас сегодня была проверочная работа по окружающему, русскому, получается, что-то у нас еще окружающее, русский, математика и чтение, все в одном, короче. Комплексная, как правильно называется, Владик, годовая комплексная работа уже была. Что? Что? Боишься? Давай убирайся, Владик, на стуле. У нас дома так грязно, ужасно просто, надо, не знаю, завтра, край, послезавтра убрать полностью квартиру. Конечно, надо нам скоро переезжать уже. Да, на следующую неделю. А меня тогда не будет, я уезжаю. Илья, я не знаю, на следующую неделю мы переедем или до майских праздников переедем точно уже. Поэтому, как раз Владик у нас будет в Смоленске, его первым. Я знаю, там, чтобы один спать. Ну, Илюша, а как ты хотела? Владик уезжает, да, что делать? А где фонарик? У тебя фонарик? Кстати, во вторник у нас детки в садик не идут. Почему так? Потому что во вторник у нас будет, ну, как вы говорили, что выходной. Поэтому во вторник мы все... Владик! Все, все перейдут. У вас тоже выходной, да? Поэтому во вторник мы все вместе едем в Людиного. На большую праздник. Нет, мы во вторник едем в Людиного на один день, на полдня. Да. Мы едем на кладбище? Все вместе. Будем, будем со свеки и будем на кладбище. Где? Это на 9 мая там посмотрим. А это же мы не туда. Мы же едем на кладбище. А на 9 мая, когда поедем, там уже... А игрушку. Посмотрим, Илюша, игрушка. Так, ладно, все, давайте раздеваться, передеваться. Я еще даже вообще не раздевалась. И будем еще мультики смотреть. Где? Там. А, возможно, мультики, мама такая... Делать на улице. Да, сейчас, потому что мы будем думать на улице. Да, я кушать хочу сильно. Сильно кушать хочешь? У нас время ужина. Вероника, сядь хорошо за столом. Или выходи за стола. Мне что-то искребляться, сидеть. Мы с Владиком делали уроки. Точнее, еще много чего делать. Я еще даже основные уроки не проверяла. Ты сделала уроки, Саня, по себе? Еще уроки даже не проверяла. Мы... Владя готова сейчас контрольной по математике. И больше сейчас упор делали именно на математику. На контрольную. Примерная работа будет у них завтра такая. И вот мы больше их прошли. Мы эти задачи порешали. Примеры там какие. А еще Саня уроки вообще в итоге не смотрели. Так. Ну что? Вероника. Сядь хорошо. Илюша. Сядь хорошо на столом. Возьми ты вилкой сюда. На макарон где-то ложка. Это Вероника поналожила от ложек. Так неудобно есть ложкой. Вот, вилочкой. Вероника, устала, зайка? Да. Спать хочешь? Смотри на мамочку. Спать захотела? Да. Не будешь кушать? Да. Будешь? Давай ты на своей кушать перевелась ложечку. Садись хорошо. Мам, можно я ее покормлю? Я сама покормлю ее. Покоронка упала. Ау! Она уже спащая. Ворон считаешь, да. Так. Давайте потом уже, Илюш, мы скорее будем пить чай с кексом. Ты будешь чай с кексом пить? Садись чайник. Вам. Венский кекс с изюмом бабушка сегодня привезла. Вау! Влезь. Торт. Торт. Да, такой торт для Вероники, Илюши и Владика. Поэтому, Влад, что ты мясо не кушаешь? Ой. Не хочу. Так, ладно, давайте детки кушать. Не отвлекаться. Потому что сегодня реально очень сильно все... Ой, Илюш, ну вот ты тоже ворону считаешь. Да? Очень сильно реально все устали. Мы тоже, что я, что Сережа, что Владик, что считает с 12 до 6 в школе. Мама, а можно я и завтра пойду в 12? Зачем? Нет, мальчик мой, нет. Я знаю. Нет, нет, нет. Мама, но мы с ней папе, ручку, типа... Ну, Владик, подожди, потом мы все поварим, хорошо? Задавтра у школы не надо, у школы как обычно. И поехал к бабушке. А перед уроками там бегать не надо. Вот варишь школу. Он и поехал к бабушке. С бабушкой поехал. С Мишулькой. Так, ладно. Вообще, какой-то сегодня день просто нету сил. Туда съездили, туда съездили. Папочка мотались, стояли. Но самое главное, что они поделали дела. Основные наши. Да, у тебя такая коляска была. Потом будем прощаться, отдыхать. Все позамерзли, поустали. Ты не устал? Нет. Тебе еще уроки сделать. Это я только устала. Раика, сядь, только ты устала у нас. Беднежка наша. Давай садись, кушай, нормально. Ну что, будем прощаться? Да. Всем пока, и спокойной ночью. Ставьте лайки, дизайки, подписывайтесь на наш канал. Все на встрече, всем пока. Не забывайте, а следует на таре. А также не забывайте, как и на примерных подписчиков. И кто сейчас кушает, обедает, завтракает или ужинает, всем приятного аппетита. Илюшкин. Всем пока. Веронечка. Так, мы с вами на канале побалтывали. Всем пока, говори. Пока. А, ну тебя. Вон, Маша. Только так можно, да? Так, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас выроню телефон. Наш сегодняшний влог еще до сих пор не выложили на YouTube. Я даже не могу его смонтировать. Не знаю, в чем причина. Вчера, точнее, сегодня вышло новое какое-то обновление. Получается, компьютер обновился. И теперь я не могу даже его... Лайк, не по пяти. Элементарно не то, что выложить, но типа элементарно не могу смонтировать. Я уже четвертый раз его перезагружаю. Сейчас будем пробовать еще. Не знаю, в чем причина. Сейчас уже Сережа позвонила. Потому что я вообще не понимаю, что с ним произошло. Почему не могу смонтировать. В чем основная причина. Немного чего будем сейчас пробовать дальше делать. Всем хорошего настроения. Всем пока. Увидимся с вами завтра. Завтра. 20. 20. Да, 20. 20 апреля. Пока-пока-пока. Кушайте скорее. Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас на 20 апреля. Четверг. Время сейчас... Сколько у нас время? 11 часов. Начало 11. 12. Я собираюсь сейчас уезжать к нотариусу. Мне надо отвезти недостающие документы. И затем поеду в метро. Там хотела кое-что докупить с продуктом, можно так сказать. Которое будет реально по дешевым ценам. Там, по-моему, масло оливковое. Очень дешево будет. Ну и детям, в принципе, паста зуб. Паста зубная. И так, хочется по мелочи. Это же основные продукты у нас все дома есть. Владик. Андрей. Вчера очень долго с Владиком делали домашнюю работу. После того, как мы сняли ролик. После того, чем в лоб наше закончили. Помыли детей, уложили спать. И с Владиком дальше продолжали делать домашние задания. Потому что пока я проверила. Потом там еще кое-что подделали. Короче, в итоге читал текст дополнительный. Чтение у них было. Пересказывал мне. Ну и, короче, в итоге уже вчера Владик у нас налег. Мне надо почти полдвенадцатого спать. Да, это полдвенадцатого. Сейчас отправляюсь, как слышала, к нотариусу. Владик будет собираться уже. Портейль школы собран. Пойдет в школу один. Так, все, ладно. Собираюсь и уже поснимаю по пути. Побыла я уже у нотариуса. Меня отсвечивает. Все сделала, сделала документы, достающие копии, которые вчера мы подписывали договор у банки. И теперь отправляюсь на маршрутку. Поеду до метро. Погода у нас, правда, потому что солнечная. Но все равно порохладно. Холодный ветер. Уже как-то турки подряд. Просто невыносимый. Уже в куртке тепла, чтобы снять польки, наконец-то, подать. До детства тоже уже надоело этих куртках ходить, париться. Где-то сразу напрямую маршрутку до метра двоедушек. Здесь в детстве садок. Это хорошо. Приехала я домой. Не стала метр ничего снимать, потому что быстренько-быстренько надо было все купить и приехать пораньше домой. Сегодня планирую полностью браться в квартире. Давно этого не убиралось. Только когда в последний раз в час и в четверг полностью. А потом так где-то подвести, замести, проплесосить по чуть-чуть. Ну, не мыло, не поло, ничего. Так, метра я купила две подушки. В принципе, такого ничего не покупала. Именно что-то там мясного. Больше ездила, сейчас объясню зачем. Две подушки вот такие-то там с Сережей новые. И одну подушку Вероники. У мальчишки недавно. Тут одна, вторая еще там стоит. Прихожей. И одну Вероники, потому что мальчишек новые подушки. Я недавно им покупала. Еще надо где-то будет Вероники купить одеяло. Потому что там метра тоже были такого же плана. Но были очень дорогие, что вообще по 3 тысячи маленьких одеяльцев дороговато. Так, больше поехала метра из-за масла. Потому что сегодня была масло оливковое, литровое, за 450 рублей метра. Давно такой цены на него не было. Так же, как у Сережи, перчатанная работа уже заодно. Получается 199 рублей, по-моему, 12 пар. Если так, одна пара стоит на среднем 20 рублей. Так, сколько? А, 12 пар. 12 пар получается. 198 или 199 рублей. Тоже красного лука взяла за 1,5 килограмма за 79 рублей. У нас, смотрите, мороженое, мороженое 48 копеек. Надо бегом его класть в морозилку. У меня их два. Одно у сумки осталось, не бегом, сейчас убрать его. Так, что он, я сейчас так же взяла тайскую смесь, которая нам очень нравится, над грибами. Очень вкусная, что он, значит, убирать морозилку сюда и течет. Себе шоколад Булинт 85%. Сережа понабрала табаско его любимых. Как раз, тоже они были по акции. Три вида ему купила. Ну, Ирка в основном поехала за масло, табаско, потому что у него это все заканчивается. Но они хороши тем, что их хватает очень-очень надолго. Смотрите, три штуки мы купили в ближайшие полгода. Грубо говоря, нам не чудом даже... Ну да, полгода, как бы, можно даже побольше. Ничего такого не плана не покупать. Соседка заходила, Танина мама. Так, три пасты деткам Рокса. Тоже, что они по акции, по 119 рублей. Последний раз они были по 149, если не ошибаюсь, по акции. Типа по акции. Взялась тоже, опять же, от этих стейков. Стейк Топ Блэйд. Они, опять же, по акции были. Точнее, это не... Мета, получается, была по 800 с чем-то рублей сегодня по акции. За килограмм. Что, ну, очень дешево, если брать даже по соотношению, как мы говорили, с Мираториком. Разница почти в 400 рублей с килограмма. Шампунь Вероники с кремом. Как она там, Джонсон Бэби. И еще на баночку кофе Эгоист. Она тоже по акции, по 300... 300-300 с копейками, короче. Последний раз мы когда были в Ленте, такой же кофе там стоит почти 700 рублей. Вроде бы, чем можно за 700 рублей купить две банки такого, нежели там одну. Ну, все, в принципе, больше ничего не купила. В основном ездила это за маслом, за табаско, Сережа, так что у него все заканчивается. Ну и за пастой, по большей части. Потому что, конечно, тут большая скидка. Оно и в Ленте стоит около 800 рублей, литровое. А там сейчас 450, но это нормально. Все, сейчас раздеваюсь и буду... Что я буду делать? Что-то я буду делать. Буду убираться, начинать. Я сегодня совсем закопалась с уборкой. Просто уйма времени у меня ушло на нее. В принципе, неделю не убиралась, и, соответственно, грязи накатилось очень много. Опять же, задвигала все диваны, все столы, все протирала, вымывала за кроликом, за кошкой поменяла. Короче, уборка, еще раз уборка. Больше трех часов у меня на это все ушло. Даже некогда было снять дома. Сразу оделась, побежала за детьми в садик. Так, у нас, наконец-то, нормально, солнечная погода. Но, кстати, буквально днем мне-то такого не было. Когда я уже собиралась, первое, окна были открыты. Как-то более-менее тихо и спокойно было. Сейчас опять поднимается ветер холодный. Не знаю, на солнышко все равно на улицах холодно. Так, все, иду забирать маленьких наших садиков. Ну что, мы уже все вместе собрались. У нас много-много-много-много-много. Мама, Маша к нам в гости пойдет. Да, Маша к нам в гости пойдет. Да, с Димой, с Викой? А всем привет. Она пищала в гости печи. Да, пойдем к нам в гости. Всем привет, Вероника. Привет. И Лешке. А, что там у тебя, конфетка наша дала? Да, она жевательная. Она жевательная? Как ваши дела в саду? Он никак не истинал. У нас танцы на школе? Прямо на боскан натыкаются. Он и сун. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, он на лавке и сун. Ну, как дела, ты не сказал? Короче, я сегодня получил 3 или 2 пятерки. А потом... Запутался, что их оценка, кстати. Да, и я сегодня вроде получил 2 или 1 четверка. Я вообще сегодня запутался. Сегодня Никита стоит? Да. Ну, сейчас посмотрим. Обязательно. Да ты что. И еще завтра будет. Так. Какой ты собрал? И еще завтра будет. Написали вы эту работу своеньконтрольную? Да. Я делал 2 варианта. Задачу я решила правильно. Ну, как ты мне и говорила. А как вы все разбирали задачу? Да, вот 2 этих. Так, товарищи, идите-ка сюда. Ну, и... Да, ну, то же самое. Я, в принципе, все сделал. Ну, надо, я не ставлю хорошую оценку. Вика, а Вика, пускай мальчишки бегают, а ты сейчас можешь носом здесь летать. Иди-ка с Вероникой вон, постой. Вика, Вероника. Да, Вика, Вероника. Сядь здесь, Вероничка. Отходите оттуда. От этого люка. Илья, Владик. Дима, сзади машины. Идите сюда. Фух. Так, ну что, время у нас уже 9 часов вечера. Начало 10. Детки помылись. Мы не стали снимать наш вечер. Кто у нас был в гостях? Рассказывайте. Тетя Ира. Тетя Ира. И Маша. Тетя Ира только зашла на минутку сейчас уже. У нас было... Кто была? Вика, Восифа, приходила. Тетя Ира. Да, Дима и Ира. Да, приходили к нам в гости. Покормили где-то. Ужина приготовили. Сразу пришли. А мы завтра... Мам, ты, Славик. Завтра, Славик. И красный рог. Да, как мы говорили. Что конфетки купили вам. Конфетки и торт. Да, пили. Ужинали все вместе, попили. Чай. Это особняк. Тостовый. Да, толстовый. Что, посмотри. На, ладно, кадем, Николай. Учительница сказала, что это особняк толстовый. Но точно не... Ну, так, ну, точно точно. Я посмотрю, что же по интернету точнее про особняк. Это не сюрприз, это для носика, чтобы носик дышал, Вероника. Так, не мы сегодня влог не выкладывали. Дело в том, что у нас вчера был такой загруженный день очень... Некогда было... Точнее, снимали очень мало. В принципе, и сегодня по большей части я занималась уборкой квартиры. Снимала тоже мало. Поэтому я решила сделать влог за два дня. Вчерашний и сегодняшний влог будут завтра с утра. Да, поэтому извиняемся, что сегодняшний день я случился без влога. А я сегодня постарался с оценками. Ну да, ты у меня умничка. Посмотри, там оценки все мало. Умничка, почтение хорошо. Там все у него... Она получила пятерок, четверок. Молодец. Так, детки уже маленькие помылись. Владик сейчас только пойдет в ванну еще. Владик, Владик. Я первый помню. Ну ты у меня вообще молодец, но Сирилюша моется сам. Да? Это я. Сам раздевается, залезает в ванну, сам моет голову, чистит зубы, ножки моет. Но он не меняет. Нет, но и он, да, то, что он с собой не берет трусы, и если вдруг там не уследил, он начинает надевать себя старые. Это мне трусы. Так, ну куда ты, куда ты полез? Это мне трусы. Он трусика. Какой ты полезла проверять? Деловая. Вероника? Ну, я смотрю. Вероника? Все хочу знать. Кто в чем одет, да, Вероника? Ой, что, ну не знаю, какой-то день прошел быстро. Вероника, не раздевайся, не красиво, девочки, раздеваться. Ну-ка, быстро халат одень. Ну и все, я с тобой не дружу больше. Ну и все, Веронику больше не показывай. Да, больше не показывай. Знаешь, я снимать не буду. Я тебя снимать не буду в голове. Тогда прикройся хотя бы. Прикройся халатиком. Вот так хотя бы сделай, да. Прикройся. Нет, нет, так. Вот так. Вот так вот, хорошо. Вот так вот, да, снимайся. На все комментарии постараюсь ответить завтра, потому что сегодня тоже, не знаю, некогда будет, наверное, сейчас выкладывать детей. Можно, если я сразу не буду ложиться спать, чтобы подготовить? А что тебе готовить завтра с тобой? Чай я тебе сделаю, печенье ты с собой дам. Мам, можно это, чипсы? Чипсы ты с собой дам. А ну-ка, кинь на себя халат быстро. И сказали, надо принести с собой влажные салфетки, чтобы, ну, руки грязные, чтобы их потом почистить и покусить. Конечно, хорошо, положу влажные салфетки тебе. Мне чипсы, плати. Потом им чипсы, да. Так, все, ладно, будем прощаться. Всем пока, пока. Значит, ставьте лайки, дизлайки, подписывай наш канал. Всем до встречи, всем пока. И не забывайте, а следствуйте, не забывайте, а также не забывайте 5 миллионов подписчиков. Некрасиво, Вероника. И кто сейчас ложится спать или кушает, приятного аппетита. Молодец. А как? Мы же покушали. Да, говори всем пока. Все, я буду спать. Говори всем пока. Пока-пока. Все устали, да, Илюшка, Вероника? Набегали, тут детьми, напрыгали, тут детьми, естественно. Так, всем хорошего настроения, всем пока. Увидимся с вами завтра уже 21 апреля. Потише, потише. Время уже, бьете, прыгаете.